Дезинфекцию многоквартирных домов сотрудники управляющей компании начинают со входной двери. Опрыскивают саму дверь, ручку и домофон. Затем переходят на этажи. Из специального шланга поливают почтовые ящики, перила и лестницы. Обработка, по словам коммунальщиков, проводится два раза в день. Утром после того, как большая часть жильцов уходит на работу, и вечером после того, как они возвращаются в свои квартиры. Количество проживающих в подъезде, в частности вот в этом доме, это более 30 человек. Каждый из этих людей находится в течение дня в любом месте нашего города. И неизвестно, кто откуда что принесет, скажем так. Поэтому эта обработка, она нужна и она важна для того, чтобы ограничить рядом проживающих людей от той возможности заражения. Дезинфицируют прилегающие территории и детские площадки раз в 10 дней. Обработка проводится специальным раствором – гипохлорид натрия. Он безопасен для животных и людей. Концентрация хлора небольшая, уверяют коммунальщики. Поэтому и запах выветривается через 10 минут после уборки. Сами работники трудятся только в защитных костюмах. Во-первых, техника безопасности. Во-вторых, личная гигиена. Мы же не знаем, в каком подъезде кто находится. Мы защищаем себя от возможного заражения. Санобработку выполняют не только в домах. Улицы, магистрали, тротуары и бордюры дезинфицируют дорожники. Есть указания губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова по дезинфекции магистральных дорог. Согласно этому постановлению мы проводим уборку. Согласно графику, дезинфекция производится ежедневно. Дезинфекция не останавливается. Все выходные и в будние дни производится по всем магистральным дорогам. Кира Исмаилова, Сергей Богатюк. Новости губернии.